Добрый вечер, Саша! Что теперь? Мы ждем сентября, ждем Генеральной Ассамблеи ООН? Ну, Россия достигла такой тактической, я бы даже сказал, не политической, а юридической цели. Трибунал, конечно, будет, скорее всего, Генеральная Ассамблея ООН, возможно, международные организованные наиболее пострадавшими странами. В конце концов, родственники жертв уже обратились в английские и американские суды с исками. Но только единственно, трибунал, учрежденный Советом Безопасности, требует от государств, членов организации ООН, выдачи любых подозреваемых, обвиняемых, независимо от их статуса, так сказать, от бомжа до первого лица государства. Поэтому вот такой обязательной выдачи нашего дорогого Владимира Владимировича мы избежали. Но заплатить за это пришлось всеобщим признанием, нашим признанием на глазах всего мира, в общем, явкой исповинной. Потому что, ну, ситуация-то абсурдная. Малазийский самолет разбился над украинской территорией. Вся российская пропаганда, ссылаясь на замечательных ученых, экспертов, доказывает нам, что уничтожили украинское хунто. Причем дважды как бы и самолетом, и зеркал. Ну, собственно. Кстати, поразительный эффект вот зомбирования общественного мнения. Вы заметили, что большинство российского населения требовало трибунала. Трибунала требованием. Потому что, несмотря на вот этот бред нашей пропаганды, которая одновременно убеждала этих наших, 100 миллионов наших телепузиков, что и истребитель украинский сбил из РК, они поверили, что украинцы. Это очень интересное такое косвенное доказательство эффективности пропаганды. Ну что ж, вот такая будет развязка. Дело в том, что кое-что из результатов голландского расследования известно уже. А они не скрывают, что мы известен экипаж. Это военнослужащие российские. Понимаете, была возможность такая схватиться за версию обезьяны с гранатой. Вот уважаемая Юлия Леонидовна Латынина ее, так сказать, несколько вечеров развивала. Да, вот знаете, так получилось. То есть какие-то моторылы нашли где-то ЗУК, ну и этот БУК, не умеют импунеют. Это номер экипажа военнослужащих, известных командиров, вся линия вплоть до Верховного Главнокомандующего. Ну так что будем ждать результатов совместно с результатами Лондонского суда об убийстве Литвиненко, исками ЮКОСа, ну и в Польше уже новый президент, мир и прочим, в октябре будет новое правительство. Оно вернется к вопросу с потерпевшим катастрофу польским аэрлайнером тоже. Андрей Андреевич, а у вас нет такого ощущения, что в Кремле начались какие-то панические шатания? Смотрите, Лавров в Малайзию поехал, что уговаривать, не настаивать на трибунале, а Нарышкин в российской газете выступил там с какой-то совершенно невразумительной статьей, но тоже там потряс радиоактивным пеплом, правда, Хиросима. Ну, статья безумная, да, она сегодня, по-моему, опубликована. Кстати, даже Макфол задал вопрос, а что это было? Он не понял. Ну, мы с вами, по-моему, не раз об этом говорили. Я считаю очень знаменательные даты, еще раз повторю, 18 апреля 2015 года, когда такой очень важный кремлевский политолог, которому поручено озвучивать такие деликатные месседжи на запад Федя Лукьянов, опубликовал в Москву Таймс на английском языке, естественно, так, российским обивателям. Рано еще было знакомиться с такими поворотами темы. Статью Путин вон список уэкзистенс визэмэс. Путин хочет мирного существования. И вот эта линия, она продолжается, очень активно ее артикулирует Сергей Борисович Иванов. Мне кажется, что он в очередь вот этой партии мирного существования. Он обессмертил себя знаменитой фразой, довольно реалистичной, как бывшего министра обороны. Мы моська по сравнению с натовской. Ну, моська, ну, давайте договариваться. В общем, окружение Путина понимает, что мы проиграли, Путин проиграл, это авантюра проиграл. Это колоссальное, то, что произошло в Украине, вернее, то, что происходит на наших глазах, это колоссальное поражение путинской России. Я думаю, тот, от которого она не оправится. И вот я просто не могу удержаться, наш коллега, который очень уважаю, Владислав Иноземцев, вы тоже, наверное, как-то, наверное, с ним беседовали. В последнее время он целый ряд очень резких статей написал, беспощадная характеристика режима, экономическая система его. На днях написал довольно странную статью, что этот режим на десятилетие, ничего с ним не поделать, ну, нужно постараться его пережить. Вот, потом, может быть, что-то удастся. Какие десятилетия? Вот я приведу аналогию, которую, я надеюсь, если Владислав будет нас слышать, я думаю, что она его тоже может проебедить. Представьте на секунду, 1956 год. Восстание в Венгрии, антикоммунистическое восстание в Венгрии. Представьте себе, что Москва не сумела бы его подавить. Долго его после этого продержался на Советский Союз? Да нет, он был бы обречен, потому что победа антикоммунистического восстания в Венгрии – это не просто потеря кусочка империи, это удар в сердце коммунистической системы. Это демонстрация того, что коммунистический режим смертен. Вот показательный пример, как народ его свергает. После этого в течение года рухнули бы режимы в Восточной Европе. То же самое, Чехословакия, 68-й Солидар. Почему Москва так яростно бросалась подавлять эти режимы? Потому что она понимала, что в случае успеха антикоммунистического восстания она будет следующая. Так вот, в Украине Москва потерпела неудачу, пытаясь подавить восстание украинского народа против вот этой системы бандитского капитализма, которая становилась на всем постсоветском пространстве. Вспомните безумие апреля-мая прошлого года. Концепция русского мира, собирание... Кто сейчас? Найдите мне хоть одну ссылку на русский мир или Новороссию за последние. Полное поражение с идеей русского мира. Полное поражение в Украине. Поражение, прежде всего, в сердцах русских людей, которые оказались патриотами Украины, а не патриотами вот путинской дзюдохирии. Такие режимы после таких чудовищных поражений не живут. И вот те шатания, о которых вы говорите, с одной стороны, безумная статья Нарышкина, безумное сжигание продуктов Путиным, а с другой стороны, попытки МИДа там найти мирное существование, выторгают какие-то условия, ну ладно, там из Угандонии мы уйдем, а Крым, знаете, все-таки наш. Это признаки поражения. Вы знаете, чем занимается наша пропаганда на Запад? Тоже очень показательно. Ну там же колоссальные оби, начиная с Киссинджера, там Киссинджер, Грэм и Саймс, наши тренинеры Лукьяновы, которые фактически являются такими членами американского политического сообщества и оказывают гроба. Еще полгода назад говорят, не надо раздражать Путина. Путину гораздо больше хочется изнасиловать Украину, чем нам ей помочь. Поэтому давайте отступим, он будет повышать ставки, не надо все. Сейчас эти же люди говорят, не надо загонять Путина в угол, давайте поможем ему спасти лицо. Это колоссальное изменение в результате поражения режима в Украине, которое будет для него фатальным. И последнее, хочу сказать, может быть, из вот этого шатания последних дней, вы знаете, официальная версия, вы знаете официальную биографию Путина. Правда, это его семья, мать блокадницы, там отец. Сначала, правда, профиль отца все время меняется. Сначала он был просто вохром на заводе, потом он героем войны. Там один, там 10 солдат немецких плен взял. А потом Путин уже шагал с портретом отца погибшего на фронте, который одновременно умер в 1990 году, во время, придав такую скорбную нотку предвыборной кампании. Не мог сын блокадницы пойти на такой чудовищный шаг, как сжигание продуктов. И человек, выросший вперед. То есть я знал эту версию, сейчас психологически она у меня становится совершенно убедительным. Это знаменитая версия в книге корпорации Прибыловского и Фриштинского, что он вырос до 9 лет, он с матерью-одиночкой жил в деревне Грузии. Потом его усыновили дальние родственники тоже по фамилии Путина, вот те, кто являются его официальными. В этом нет ничего зазорного, но вообще-то хотелось бы действительно знать точные данные о первом лице нашего государства. Ну вот, сейчас для меня эта биография становится, эта версия гораздо более не мог. Вот об этом кричит весь интернет. Да, вы заметили, что никакой поддержки нету. Сергей Марков, идеолог Кремля, говорит, что нельзя сжигать. Единственное, что это Качев поддержал, ну потому что, во-первых, это была его идея, а во-вторых, Качева усилять нечего. В случае падения Путина на нем два пожизненных. И за, как Альфа Цапку, он же стоял во главе всей этой банды, и за Крымск. Кущевка. Да, Кущевка, да. Вот. Вот это с сжиганием пищи. Андрей Андреевич, и тем не менее, почему он на это пошел? Вот четвертые сутки пылают продукты. Почему? Ведь действительно непопулярная мера. Даже, как говорят, даже фашисты, когда отходили, отступали, они, ну, только тогда они сжигали что-то. В России нельзя сыну блокадницы сделать. Вы знаете, у меня есть одна гипотеза. Ну, потому что я человек пожилой, я много помню. Я помню, как сливали Хрущева. Кстати, тоже после этого, после крупнейшего внешнеполитического поражения, после Кубинского кризиса, где, в общем-то, его нагнули очень убедительно, его время, дни, как лидеры Советского государства были сочтены, окружение его сливало. И вот в последний год его власти все время ему приписывали какие-то безумные инициативы. Ну, вот это с кукурузой заполярно. То есть... У вас ощущение, что сливают? Есть какие-то безумные акции для дискредитации первого лица. Вот у меня такое твердое ощущение, что вот это из той же сведения. Ну, и последний вопрос. В последнее время, в связи с тем, что горячий август, как всегда, август у нас, такая горячая и страшная политическая пора, разные версии развития сценарных событий в Украине от вывода, отвода войск до входа, там, чуть ли не всей армии России в Украину. Ваше мнение, что будет? Нет. Военная эскалация исключена абсолютно. Запад очень четко сформулировал, какова будет реакция. Это будут более жесткие экономические санкции. И вот те сравнительно мягкие, которые сейчас действуют, уже практически обвалили российское экономическое. Плюс продажа летального оружия. В общем, никто, и вся вот эта компания «Мы хотим мирно заслуживать». Но тот же Лукьянов еще в статье 11-18 апреля написал совершенно ясно. Любая эскалация – dangerous and extremely expensive. Опасная, чрезвычайно. Это исключено. Ну, говорят, сумасшедшие, там, Меркель, как она сказала, человек другой реальности. Параллельный. Наш покойный друг Боря Немцов. Сказал, он ебнутый. Очень точной формулировкой. Очень уместно ее сегодня повторить. То есть он мог бы пойти на все, но уже не дадут. Понимаете, ощущение в верхах такое, на такой безумной акции. Идет отчаянная торговля. Идет отчаянная торговля о спасении лица. Вот весь вопрос, насколько Запад согласится спасать лицо. Вот буквально вчерашняя акция показывает, что он не очень заинтересован в спасении путинского лица. Потому что основная сюжетная... Ну, хорошо, хорошо. Мы уйдем из Донбасса. Ну, вот все-таки Крым наш. Давайте вот как с Прибалтикой. Вы же не признавали аннексию Прибалтики. 50 лет. Ну, были нормальные отношения и так далее. Вот последняя серия санкций, принятая буквально вчера Соединенными Штатами, она почти целиком относится к Крыму. Полная, так сказать, изоляция Крыма. Наказание компании, работающей с Крымом и так далее. Нет, это только... Это различные сценарии отступления. Война проиграна. Проиграна катастрофически. Если углубляться в историю даже значительно дальше, чем сравнение с советским. А это равносильно провалившейся попытке подавить венгерское, чешское, польское восстание. Это, если хотите, Москва пыталась навязать это как образ борьбы русского мира с украинским этническим национализмом, как этнический конфликт. Нет, это не этнический конфликт, это мировоззренческий конфликт, это последняя битва Золотой Орды с Киевской Руси. И мы, как наследники и представители Киевской Руси, должны быть на ее стороне. Спасибо вам большое, Андрей Андреевич. Итак, по мнению политолога Андрея Пиантковского, с таким анамнезом политическим, как у Путина, долго не живут. Будем ждать. Смотрите Сотник ТВ. Продолжение следует...